Невозможно совершить незаконное обогащение по неосторожности. Для чиновников никакой банковской тайны. Наверное, это хорошо. Но давайте разберемся в этом более подробно. Здравствуйте, с вами Корнев Антон, основатель юридического агентства Корнев и партнеры. И сегодня мы поговорим о коррупции и борьбе с ней на международном уровне. Итак, проблема коррупции стала настолько серьезной, что Организация Объединенных Наций в 2003 году, в октябре, созвала Конвенцию всех стран-участниц ООН, которая так и называлась – Конвенция по борьбе с коррупцией. В результате этого события была принята Конвенция по борьбе с коррупцией, которую ратифицировали 172 государства. Сама по себе Конвенция вступила в силу в 2005 году. Российская Федерация ратифицировала эту Конвенцию, за некоторым исключением, 8 марта 2006 года. Очень-очень быстро. Такие страны, как Германия, Новая Зеландия, Чехия и Япония, вообще не ратифицировали эту Конвенцию. Но наибольшие споры вызывает статья 20 Конвенции о борьбе с коррупцией. Досмотрите это видео до конца, я объясню, чем грозит россиянам статья 20 Конвенции ООН о борьбе с коррупцией. Итак, рассмотрим ее более подробно. Статья 20 гласит. Признать в качестве уголовно наказуемого деяния, если оно совершено умышленно, незаконное обогащение. Более подробно остановимся на каждом термине. Умышленно, то есть должен быть прямой умысел. Невозможно совершить незаконное обогащение по неосторожности. Здесь все вроде бы понятно. Незаконное обогащение. Это некая новелла. Как ООН объясняет, что такое незаконное обогащение? Это значительное, то есть кратное увеличение активов публичного должностного лица, которое оно не может разумно объяснить. Как это выясняется? ООН предполагает, что те или иные публичные должностные лица должны декларировать свои доходы. То есть отчитываться о том, что они получены законным образом. И если задекларированные доходы сильно отличаются от того, что у него есть на самом деле, это уже состав преступления. Наверное, это хорошо. Но давайте разберемся в этом более подробно. Надо понимать, что юридически закрепленного термина «незаконное обогащение» нет не только в Российской Федерации, но и во многих странах, которые ратифицировали конвенцию. Ведь по логике ООН этот термин нужно закреплять юридически, в уголовном кодексе. Если мы посмотрим на Европу, такие страны, как Нидерланды, Бельгия, Италия, Португалия, Швейцария, Финляндия, Норвегия, Франция, Испания, Швеция, Дания и, наконец, США, почти вся Европа, кстати говоря, и Соединенные Штаты Америки, не ввели такого понятия в свое законодательство. Тем же самым путем идет Российская Федерация. Какой смысл ООН вкладывала в это понятие «незаконное обогащение»? Мало того, что сам по себе факт резкого увеличения незадекларированных доходов уже является преступлением, по мнению ООН, так еще и это имущество подлежит полной конфискации. Даже в Советском Союзе не было такого состава преступления, как незаконное обогащение. Почему? Да все потому, что и в других странах, которые не ратифицировали конкретно 20-ю статью, о которых мы говорили ранее, и в Российской Федерации достаточно статей Уголовного кодекса, при расследовании которых, если будет найдено имущество, которое было приобретено на преступные денежные средства, на него также будет обращено взыскание. Да, безусловно, это касается не только чиновников, но и обычных граждан, но при этом все эти статьи, что у нас, что в Европе и в США, позволяют в полной мере оперировать тем самым имуществом, которое было нажито преступным путем. И для этого не надо дополнительно вводить эти термины, на которых настаивает ООН. Каким же образом в Европе и в США соблюдается дух конвенции? Ведь ратифицировали же, не вводя такой состав преступления, как незаконное обогащение, да через ужесточение контроля за доходами и расходами чиновников. Вдумайтесь, очень важно, эта конвенция направлена только и исключительно на чиновников. ООН считает, что коррупция – это исключительно должностное преступление. Давайте посмотрим, а как в России. В развитии духа той самой конвенции принято несколько законов. В 2008 году 273-й федеральный закон, который обязывает декларировать доходы и расходы государственных и муниципальных чиновников. Всех. В 2011 году 329-й федеральный закон, который обязывает банки предоставлять информацию о движении денежных средств на счетах чиновников. Для чиновников никакой банковской тайны. В 2012 году 230-й федеральный закон. Уже не только чиновники должны декларировать свои доходы и расходы, но и их близкие и родственники. Расширяется круг. В 2013 году 102-й федеральный закон, депутатам Государственной Думы запрещено иметь недвижимость или банковские счета в иностранных юрисдикциях. Если все это вместе сложить, то Российская Федерация пошла гораздо дальше, чем это прописано в Конвенции ООН. Не только чиновники, но и их близкие и родственники. О чем в Конвенции ни слова. Не только денежные средства, но и недвижимость и так далее. Мы пошли по пути Европы. Примерно то же самое происходит в тех странах, которые так же, как и мы, не ратифицировали 20-ю статью Конвенции по борьбе с коррупцией. Но в Российской Федерации пошли, как обычно, еще дальше. Судебная практика сложилась таким образом, что как раз применяется презумпция виновности. Поясню. Если человек совершил преступление, подчеркиваю, человек не обязательно должностное лицо, не обязательно чиновник. И это преступление экономической направленности. То все это имущество, которое следствие считает добыто незаконным преступным путем, будет арестовано как обеспечительная мера для суда. И суд будет разбираться, законно приобретено это имущество или незаконно. И если не будет представлено в суде доказательств законного приобретения этого имущества, включая денежные средства, кстати говоря, оно будет конфисковано и обращено в доход государства. Конкретный пример дела Захарченко. Не только у самого Захарченко, но и круга лиц, которые с ним были связаны, родственники, друзья. Были изъяты практически все квартиры, потому что именно эти лица не смогли в суде доказать, что у них были законные, задекларированные денежные средства, чтобы приобрести эти объекты недвижимости. И таких дел в Российской Федерации достаточно много. Хорошавин, Гайзер, Оршуковы и так далее. То есть, не вводя специально термин «незаконное обогащение» как состав преступления в Уголовный кодекс, судебная практика в Российской Федерации полностью отвечает статье 20 Конвенции ООН по борьбе с коррупцией. Итак, как я и обещал. А зачем я все это вам рассказываю? Дело в том, что самое важное здесь – это конфискация. Все то имущество, которое, как считает следствие, добыто, получено преступным путем, будет еще на стадии предварительного расследования арестовано. По всем экономическим делам эта обеспечительная мера обязательно вводится. Все имущество арестовывается. Имейте это в виду. И дальше задача адвоката в суде доказать, что то или иное имущество не добыто преступным путем. То есть, если раньше адвокат должен был заниматься исключительно доказательством невиновности своего подзащитного, то теперь он также должен доказывать, что то или иное имущество приобретено законно, потому что следствие считает все имущество, которое есть у обвиняемого, незаконным. Такова логика наших правоохранительных органов и такова суть 20-й статьи Конвенции по борьбе с коррупцией. А теперь обращение к предпринимателям. Господа, я подготовил для вас практикум о защите прав предпринимателей при расследовании экономических преступлений. Это живое общение со мной в формате офлайн, то есть личная встреча. Всем известно, что в России бизнес, особенно успешный бизнес, кошмарят правоохранительные органы. Выемки, обыски в офисе, дома, изъятие документации оргтехники, бесконечные допросы сотрудников и вас. Как раз на этом практикуме вы получите инструкции, как вести себя на допросе и на обыске, чтобы не наговорить лишнего. Как правильно фиксировать нарушения и злоупотребления правоохранителей, чтобы потом это стало доказательством вашей невиновности. Что можно и нужно делать при общении с правоохранителями в первую очередь, чтобы потом не допустить непоправимых ошибок. Что категорически нельзя делать при общении с правоохранителями, чтобы понимать, какие за это будут последствия. Более подробную информацию о практикуме и его стоимости получите по ссылке под этим видео. Подписывайтесь на всякий случай. С вами был Корнев Антон.